Вы смотрите программу Губерния и вот главная тема выпуска. Главный врач 1-й горбольницы не подтвердил, что арендованные одноразовые костюмы были возвращены. Защита Артура Фокина предоставила суду видео, которое демонстрирует обратное. В Ленинском суде продолжается слушание по делу врачей. В Иванове развернулась нешуточная борьба за право управлять многоквартирным домом, что на улице Парижской коммуны. Часть жителей выступает за создание ТСЖ. Однако управляющая компания «Дельта» пытается перетянуть чашу весов на свою сторону, ведь речь идет о сотнях тысяч рублей за коммуналку. О методах противостояния подробности в репортаже. В группе «Барса ВКонтакте» 100 тысяч подписчиков. Это очередной рекорд нашей медиагруппы. Приятно то, что ни один паблик, ни одно средство массовой информации региональное, выводное до нас, достучаться, допрыгнуть не может. О наших зрителях и подписчиков мы подготовили специальный материал. Жалобы на ЖКХ, земельные отношения, вывоз мусора и прочее. Впервые мэр и зампрокурора совместно принимали горожан. Все, что касается полномочий администрации, даже некоторые вопросы, которые выходят за эти рамки полномочий, здесь, конечно, будет подключаться прокуратура. В спортивной школе номер 10 города Иваново работают тренеры, которые занимались в спортивных классах. Такую форму обучения планируют вернуть и внедрить в регионе уже с 1 сентября. Какие еще, кроме плавания, виды спорта в этом списке, расскажем. В прямом эфире с вами Юлия Семина. Здравствуйте. Теперь об этих и других темах подробнее. Смертельная авария в районе Кукарина случилась в четверг, ближе к вечеру. По предварительной информации, в районе Кукарина столкнулись грузовой автомобиль «Урал» и «Тойота РАВ-4». Судя по всему, грузовик военный. По данным главного управления МЧС, в легковом автомобиле погибли двое. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Информация уточняется. Другим темам. Допрос Артура Фокина начался в четверг в Ленинском суде. До этого были заслушаны потерпевшие и свидетели по делу о событиях еще 2020 года. Бывшего руководителя Депздрава и его зама обвиняют в закупке концентраторов по завышенной цене без конкурса, а также к выдаче частному медицинскому учреждению защитных медицинских костюмов. О костюмах. В 2020 году в разгар пандемии к проведению КТ легких подключилось коммерческое учреждение «Областной диагностический центр». Для пациентов обследование было бесплатным по полису ОМС. И руководитель тогда обозначил, в учреждении отсутствуют средства защиты, они в дефиците. Тогда Артур Фокин принял решение передать медицинские костюмы из резерва департамента частному центру. С условием возврата, как только представится возможность. Костюмы поступили из городских больниц номер один, номер два, номер четыре. Представители второй и четвертой ГКБ уже в суде поясняли, костюмы были возвращены. А вот главврач первой горбольницы Андрей Чикин этого не подтвердил. В четверг защитник Артура Фокина в начале заседания взял слово. Он попросил суд отсмотреть и приобщить диск с видеозаписью, которая сделана в феврале 2022 года. На ней, как утверждает адвокат, машина частного областного диагностического центра заезжает на территорию первой горбольницы. Происходит выгрузка одноразовых костюмов. Причем в большем количестве, чем было арендовано. А в своем выступлении Артур Фокин подробно рассказал о закупке кислородных концентраторов. Об этом смотрите в ближайших выпусках нашей программы. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Редкое, но серьезное инфекционное заболевание ботулизм прогрессирует. Напомним, 14 июня в Москве были зафиксированы первые случаи. Сообщалось, что пострадавшие отравились консервированной фасолью, которая содержалась в салате производителя кухня на районе. С момента первого заражения за помощью к медикам обратилось уже более 300 человек из столицы, Казани и Нижнего Новгорода. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии и даже на ЭВЛ. Симптомы практически у всех одинаковы. Рвота, диарея, запор, вздутие живота, срудненное дыхание, размытое или двойное зрение. Управление Роспотребнадзора по Ивановской области нам сообщили, заразившихся ботулизмом на сегодняшний день в регионе, к счастью, нет. Однако специалисты рассказали, как себя можно обезопасить. Например, советуют хранить консервы в холодильнике или холодном месте. Не покупать на рынках или сру, консервы, вяленую рыбу и домашнюю колбасу. Для консервирования использовать хорошо очищенные, тщательно вымытые овощи, фрукты и грибы. В Роспотребнадзоре предупреждают, пищевой ботулизм опасен. Ни в коем случае не пренебрегайте мерами профилактики этого заболевания. Жители Высотки на улице Парижской коммуны разделились на два лагеря. Одни выступают за создание ТСЖ, другие собственники готовы оплачивать услуги недавно пришедшей управляющей компании. В итоге дело дошло до судебных разбирательств и до обвинения в порче чужого имущества. До водостороны выслушал Владимир Еремин. Собственники многоквартирного дома, где проживает более 400 семей, сейчас в тупике и не знают, что делать. Предыдущей управляющей компанией под названием «Дворянка» многие хозяева Высотки были недовольны. Управляющая компания игнорирует наши заявки. У нас выбиты стекла в подъездах, срезаны батареи. Дальше на общих балконах двери, которые имеют остекление, то есть у нас это остекление отсутствует. То есть у нас в отопительный период идут очень большие теплопотери, которые нашему дому встают в среднем в миллион 300 в год. Однако, когда речь зашла о том, кто же будет управлять Высоткой, товарищество собственников жилья или новой управляющей компании, мнения разделились. Когда управляющим домом был приглашен сторонний человек, не относящийся к дому, не имеющий никакого отношения, не проживающий, не являющийся собственником, тогда начались у собственников кое-какие разногласия. Я держу нейтралитет. Конечно бы хотелось, чтобы у нас было на доме ТСЖ, но то, что предлагают представители ТСЖ, это не подходит под ТСЖ. С мая общедомовое имущество под свое крыло решила взять управляющая компания «Дельта». Управляющая компания – это юридическое лицо, а ТСЖ – это не юридическое лицо, и поэтому с УК всегда есть спрос, как с юрлица. Дворянка нет, мы не были довольны, она не выполняла в полном объеме свою работу. Сторонники создания ТСЖ уверены, что кормить управляющей компанией больше нет смысла. Лучше создать свою некоммерческую организацию для контроля за финансами и совместного управления своим же имуществом. Пришла квитанция «Дельта». Смотрите, ни тарифов, ничего нет. Просто сумма оплаты. Спор вокруг ТСЖ и УК стал принимать криминальный оттенок. Я, как самый активный инициатор за ТСЖ, неоднократно уже подвергалась нападкам. Мне машины полили сначала маслом, это было два с половиной месяца назад. И буквально позавчера неизвестные мне полили машину каким-то составом, от которого слезла вся краска. Инциденты случились. Я также надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этом обязательно. Тем более, существуют тут камеры, системы видеонаблюдения. Как утверждают жители, с протоколами общих собраний тоже оказалось не все прозрачно. Первой изъявила желание управлять домом компания «Дельта». Подала документы в госжилинспекцию. Выбор собственников федеральный надзорный орган одобрил. Моя подпись подделана, почерк немой. Вот что я хотела сказать. У меня муж находится на СВО, и его голос подделали. У нас 200 с лишним человек, 60% нас проголосовало за ТСЖ. И, видимо, больше половины было подделенных подписей. В итоге сторонники ТСЖ направили в госжилинспекцию другой протокол общего собрания, где большинство за ТСЖ. Теперь спор переносится в судебную плоскость. Сейчас в суде происходит процесс, в рамках которого установлено, что именно сторонникам ТСЖ было допущено нарушение, прежде всего, подлог бланков, подделка подписей, в том числе жителей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Было уже три заседания. Так, ни разу еще никаких доказательств и свидетелей приглашенного управляющей компании не было. В то время как с нашей стороны мы тоже оспариваем голосование за переход дома в Дельту, у нас есть реальные люди, которые запросили свои бланки в ГЖИ, и эти бланки оказались поддельными. Суды о законности действий протоколов общих собраний УК Дельта и ТСЖ продолжаются. Какая же форма управления домом будет удобнее и выгоднее жильцам, еще предстоит определиться. Собственники надеются, что судьбоносное решение они обязательно примут. Но малой кровью. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания БАРС. А теперь немного из рубрики БАРС помогает, а точнее спасает. На этот раз собак из запертой квартиры. В среду в нашу редакцию обратились жильцы 12-го дома на улице Панина. Они сообщили, что вот уже почти неделю в квартире на четвертом этаже заперты и брошены две собаки. Куда еще с хозяин, неизвестно. На звонки не отвечал. Каждый день из квартиры доносился лай и вой. Соседи забили тревогу, когда осознали. Животные мучительно погибают от голода и жажды. Жильцы звонили в полицию и МЧС. Последней инстанцией стала наша редакция. В течение дня наш корреспондент занимался этой темой. К решению проблемы удалось подключить спасатели, МЧС и полицию. Решался вопрос о вскрытии квартиры. Удалось найти номер участкового, без которого дверь вскрывать нельзя. В назначенное время все спецслужбы должны были встретиться на месте. Но тут явился хозяин собак. Где он был неделю, неизвестно. Вызов спецслужб отменили. В пресс-службе ОМВД уточнили. Хозяина квартиры нашел участковый полномоченный. По словам мужчины, у него сломался замок входной двери. Поэтому попасть в квартиру он не мог, так как взломал запорное устройство. А денег на новый замок у него не было. Тогда уже в присутствии полицейского и хозяина квартиры дверь вскрыли. К счастью, животные были живы. К этому времени жители подъезда собрали много разной еды, скинулись на новый замок. А участкового попросили провести с мужчиной воспитательную беседу, чтобы впредь такого не повторялось. Ведь он и раньше, по словам соседей, оставлял животных максимум на три дня. А вот так долго – никогда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал управляющую компанию отремонтировать многоквартирный дом на улице Академической в Иванове. Установлено, что управляющая компания «Пчела» нарушила закон. Не следила за подведомственным жильем и не содержала общедомовое имущество в порядке. Районная прокуратура подала иск в суд о понуждении управленцев восстановить фасад и карниз по всему периметру здания. Устранить следы протечек в подъездах. Судья требования прокуратуры удовлетворил. Напомним, на прошлой неделе мы показывали эту двухэтажку на Академической улице. Много лет постройка рассыпается. Как нам рассказали жители, огромный кусок фасада едва не упал на мимо проходящую женщину. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вот о чем расскажем далее. В группе «Барса ВКонтакте» 100 тысяч подписчиков. Это очередной рекорд нашей медиагруппы. Приятно то, что ни один паблик, ни одно средство массовой информации региональное в Иванове до нас достучаться, допрыгнуть не может. О наших зрителях и подписчиков мы подготовили специальный материал. В спортивной школе номер 10 города Иваново работают тренеры, которые занимались в спортивных классах. Такую форму обучения планируют вернуть и внедрить в регионе уже с 1 сентября. Какие еще, кроме плавания, виды спорта в этом списке, расскажем. Интеркомтел в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Около 60 заявителей записались на прием главе города Иваново Александру Шабатинскому и заместителю областного прокурора Артуру Мугу. В подобном формате прием проводили впервые. С чем обратились ивановцы, расскажет Ирина Афонина. Представители прокуратуры, руководители подразделений администрации впервые принимали участие в подобном мероприятии. Безусловно, граждане могли записаться и прийти на прием. Но формат был несколько иной. Да и людей поменьше. То, что люди идут, значит, они верят. С одной стороны. С другой стороны, значит, они отчаялись, что эти вопросы не решают. Поэтому у нас есть хороший опыт приемов. Я еще с прошлого места работаю приемов совместно с прокуратурой. И действительно, эффективность таких приемов, она доказана. И поэтому то, что сегодня столько людей, я думаю, примем всех. На первом месте ЖКХ, бездействие управляющих организаций, ремонт общедомового имущества, земельные отношения, расселение аварийного жилья, предоставление квартир по социальному найму и много чего еще волнует ивановцев. Ирина Сергеевна живет в частном секторе. В администрации не впервые. Вопросы непростые. Обратились по вопросам перевода земельного участка по улице Шуйской в малоэтажную застройку до четырех этажей. И в том числе по работе с региональным оператором на протяжении полугода не решается вопрос, так как перестали забирать от домов мусор. Бабушкам тяжело ходить на одну контейнерную площадку, которая вечно переполнена. Ирина выразила надежду, что на вопросы получат ответы оперативные, а не ее устроят. Александр Шабатинский подчеркнул, что какие-то проблемы решаются сразу, какие-то дольше. Но сроки будут соблюдаться в рамках законодательства. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации, надзор за исполнением федерального законодательства администрации города Иваново, возложен на аппарат прокуратуры Ивановской области. В этих целях мной сегодня осуществляется прием совместно с временно исполняющим обязательств главы города Иваново, для того, чтобы посмотреть, какие есть проблемы у жителей города Иваново, для того, чтобы их постараться решить совместно с администрацией города Иваново. Ирина Афонина, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Стотысячный подписчик появился в группе «Барса ВКонтакте». И это очередной рекорд, который ставит наша медиагруппа. О просмотрах и не только Дарья Костина расскажет. Сто тысяч подписчиков в нашей группе ВКонтакте для кого-то пустяк для нас нет. Ведь у нас нет накрученных, купленных, случайных пользователей. Только люди, которым интересна жизнь нашей области. Надо сказать, что общее количество подписчиков у нас по соцсетям почти приближается уже к 300 тысячам. Но цифры сами по себе для нас не являются самыми главными. Мы смотрим на то, как люди смотрят контент, конкретный контент, как они с ним взаимодействуют. И здесь надо сказать, что у «Барса» тоже самые лучшие показатели по нашему региону. У нас бывает такая ситуация, что количество просмотров, вот, кстати, если мы про ВКонтакте говорим, оно в день составляет от полутора до двух миллионов в день. Некоторые новости могут набирать и 150, и 200 тысяч просмотров. И приятно то, что ни один паблик, ни одно средство массовой информации региональное в Иванове до нас достучаться, допрыгнуть не может. Каждую неделю мы анализируем, какие новости попадают в топ. Традиционно резонансные ДТП, происшествия, а еще истории про интересных людей и, безусловно, животных. Что отрадно, наши подписчики очень активно откликаются на призывы о помощи. Наши подписчики самые лучшие, абсолютно уникальные. Иногда вот какую-то публикацию, например, выкладываешь, и сразу лезешь читать комментарии. И думаешь, как хорошо, что есть единомышленники, что есть люди, которые с таким же миропониманием, мироощущением, что мы не одиноки. Ну, иногда, конечно, мнения подписчиков и редакции не совпадают, но при этом мы стараемся сохранить ту самую легендарную свободу слова. Если, конечно, она никого не унижает, не оскорбляет и не разжигает. За комментариями, да и в целом, за соцсетями и сайтом Барса следят вот эти девушки. Анна, Марина и Мария. Они обычно за кадром. А вот стотысячным подписчиком нашей группы ВКонтакте стала Алена, студентка Ивановского колледжа пищевой промышленности. Она рассказала, подписалась на нас, чтобы быть в курсе новостей. Ну, а мы, в свою очередь, решили выйти на улицы Иванова и поспрашивать прохожих, а они следят за Барсом. Доверили это Софье Семеновой. Итак, у нас сто тысяч подписчиков ВКонтакте, и мы вышли на улицы города их искать. Сейчас мы пообщаемся с жителями и узнаем, что они знают про нашу телекомпанию. Побежали общаться. У нас ВКонтакте круглое число подписчиков. Как вы думаете, сколько у нас подписчиков? Ну, три, наверное, миллиона. Ну, может быть, вы знаете кого-то из ведущих Барса? Я нет. Ой, нет, ну, внешне знаю. Приглашает, такой худощавый мужчина, приглашает все время. Фото. Вот, вот, вот его. А как его зовут? Не знаю. Это Илья Лапшин. Илья, да, да. Ну, помимо новостей, наверное, там с Майей Гориновичем знаю интервью. А вы знаете что-то про главного редактора Барса? Про Кустова? Да. Да, его дочка занималась в нашем коллективе когда-то. Отличное совпадение. А может быть... Мой сосед. Мне нравится читать его посты, потому что они мне кажутся честными. А вы смотрите вообще Барс? Ой, вообще у меня этого канала нет. Нет. А в интернете? Я ими пользуюсь. А вы смотрите телеканал Барс? Конечно. А по телевизору или в интернете? Нет, по телевизору. Какие-то передачи, названия вы вспомните? Ну, я в основном смотрю, как бы, информацию просто. Ну, много вопросов ответили, поэтому мы вам дарим вот такую вот замечательную шапочку и предлагаем вам ее примерить. Лева. Отлично, великолепно. А можете прямо сейчас подписаться, я вам подарю подарок. Нажимайте вступить. Все, спасибо вам огромное. Я дарю вам вот такой попсокет. Можете приклеить на телефон. Может быть, нам что-нибудь пожелаете в связи с нашим юбилеем? Да ничего, мне нравится ваша программа в губернии. Я постоянно ее смотрю, каждый день. Ну, давайте там почаще. Удачи хороших запоминающихся передач на тему дня. Процветания, хороших репортажей и слушателей. Спасибо Ивановцам и Соне. И этот, и другие материалы наши подписчики могут в любое время посмотреть не только на сайте, но и во всех, без исключения, соцсетях. Вконтакте, Одноклассниках, Телеграм, Рутюб, Ютюб и не только. А если вам захочется позвонить нам или написать, наш менеджер Татьяна выслушает каждого. И без внимания не оставит никого, даже когда будет миллион подписчиков. Другим тем, в этом году в области появятся специализированные спортивные классы по волейболу. В ближайшие годы откроют классы по таким направлениям, как баскетбол, художественная гимнастика и плавание. Интересно, что подобная форма обучения практиковалась и раньше. В спортивной школе номер 10 города Иваново работают тренеры, которые занимались в таких классах. Подробнее в репортаже Марины Зяниной. В области будут созданы спортивные классы. Постановление об этом подписал глава региона Станислав Воскресенский. Одним из видов спорта в таких классах станет плавание. В 2024 году первое направление мы определили это как волейбол. В 2025, 2026 и 2027 год мы взяли за основу новое направление – это баскетбол, плавание и художественная гимнастика. Департамент может расширять перечень спортивных направленностей в зависимости от результатов, от возможностей по различным видам спорта. Число жителей области, которые увлекаются плаванием за последние пять лет, выросло в два раза. Бассейны появились в родниках Кинишме, Иванове, Гавриловом Посаде. Рассчитывают, что этот вид спорта продолжит набирать популярность. В Иванове возводят водный дворец. История спортивных классов по плаванию не нова. Такая форма обучения активно практиковалась с 70-х по 90-е годы. В 10-й спортшколе работают тренеры, которые занимались в таких классах. Были двухразовые тренировки в день. Первая тренировка утром до школьных занятий. После учебы, естественно, мы обедали и делали уроки. Это был класс самоподготовки. Ну и потом вторая тренировка. В итоге Павел Кашенцев стал мастером спорта по плаванию. А после завершения карьеры начал тренировать молодых. В числе его воспитанников множество кандидатов в мастера спорта. И четыре мастера спорта. Члены сборной области. Например, Егор Мясников. Сейчас я нахожусь на уровне кандидата в мастера спорта. Не планирую останавливаться. Хочу достигать новой вершины. И приблизить, ну и выполнить мастера спорта. Таких результатов Егор добился, несмотря на то, что во время учебы тренируется всего один раз в день. Ивановские спортсмены также претендуют на членство в юношеской сборной страны. 13-летняя Софья Курябова недавно стала мастером. Сейчас девушка на всероссийских сборах. Заниматься очень тяжело. Спортсменам надо подобрать время, успеть выучить уроки. Спецкласс, ну если образовательное учреждение пойдет на какие-то уступки, да. И на уступки даже определенные условия для спортсменов будут созданы. Чуть позже начать учиться. Там какие-то перерывы сделать. Ну это неплохая идея. Первые специализированные спортивные классы должны появиться в области уже с нового учебного года. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Один дома – это не страшно. Если за плечами у тебя мастер-класс от известного шеф-повара. Салат табули из булгура, томатов, зелени и болгарского перца. На перекус – круассаны со злаками, овощами и курицей сувит. В центре притяжения кремлевский шеф-повар для ивановских семей провел мастер-класс по здоровому перекусу. Руководит процессом опытный шеф-повар. Мастер-кулинар знает все о европейской, средиземноморской, русской, испанской, итальянской, японской и чешской кухнях. Роман Иванов входит в группу шеф-поваров Кремля. За его плечами огромный опыт. Работал на Сардинии, Корсике, Сицилии, Дубае. Такому специалисту не могли не довериться ивановцы. Под руководством Романа Владимировича они научились правильно нарезать овощи. После отведали салат табули. Из булгура с томатами, зеленью, болгарским перцем, приправленным чесноком, томленным в масле с травами. А на десерт – круассаны со злаками, овощами и курицей сувит. Здоровая еда может быть очень вкусной. В этом убедились мамы, папы и дети. Рецепты, конечно, многие из них взяли себе на вооружение. Ураганный ветер, который днем в четверг прогулялся по столице, ближе к вечеру добрался до Ивановской области. По предварительным данным МЧС в Ивановской области ветром повалило 44 дерева. В Иванове порожден один автомобиль. Максимальная скорость ветра зафиксирована в Приволжском районе – 17 метров в секунду. Частично нарушено электроснабжение в Фурмановском, Лежневском, Тейковском, Гаврилово-Пасадском, Савинском районах. Без электричества остались 124 населенных пункта. Пострадавших нет. Хотя и предупреждали об ухудшении погоды, но, как всегда, гром грянул неожиданно. В соцсетях пользователи сразу начали делиться фото и видеоразрушений, которые принесла непогода. Поломанные ветки, повисшие на проводах. Вереницы остановившихся троллейбусов. Сорванные крыши. Экстренные службы были приведены в режим повышенной готовности. А Ивановская мэрия попросила горожан по возможности оставаться дома, а не разгуливать по улицам в непогоду. И снова о погоде. Какие температуры обещают синоптики на ближайшие сутки? Регион Аква. Официальный поставщик системы очистки воды в Ивановской области. Консультации, установка, обслуживание. Полный комплекс услуг под ключ для дома и производства. Звоните. В пятницу в регионе нас ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. Ветер северо-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормой составит 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. По прогнозам синоптиков, в наступающие выходные дни будет умеренно тепло. Возможны кратковременные осадки. Важное! 23 июня день распродаж в текстильном центре Рио-Иваново. Все товары в розницу по оптовым ценам. Приглашаем за выгодными покупками. 23 июня день распродаж в Рио-Иваново. Сразу после новостей смотрите объявления в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иваново Ньюс в разделе «Контакты», а также в группы «Барса», «ВКонтакте» или «Одноклассники». Также обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. Или звоните по нему. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вечера!